Новость, произнесенная на отчете Министерства труда 9 февраля, для нас была как гром среди ясного неба. В этот период напряженнейший год нашей жизни в стране общественно-политической, следовательно, экономической. Когда заявили, что наш коэффициент теперь не имеет никакого смысла, наш координатор трехсторонней комиссии Илья Сергеевна Щеглова сказала, что Александр Михайлович обращает к губернатору на ближайшие сессии законодательного собрания, мы должны с этим покончить. Весьма интересно было наблюдать за реакцией коммунистов, в первую очередь депутатов ЗАГСОБРа на решение губернатора. Еще в советском законодательстве в целях стимулирования развития трудовой деятельности на территориях Крайнего Севера и приравненных к нему районов был разработан специальный инструмент «Северная надбавка». Для того, чтобы привлечь специалистов в районы со сложными климатическими условиями и не менее трудными условиями самой работы, для людей была разработана особая тарифная сетка. То есть к окладу доплачивали от 30 до 100 процентов, и жители из западных регионов Советского Союза приезжали работать к нам, как тогда говорили, за длинным рублем. Люди приезжали на ПМЖ, оставались, пускали корни, а теперь нам объявили, что эта система не работает. Такая идея родилась, идея непопулярная, вы знаете, это прекрасно. То есть решение такое принималось достаточно тяжело, и необходимость такого решения сейчас я примерно расскажу. Впервые данная тема, которую, наверное, слышали в СМИ, прозвучала на отчете Министерства труда и социальной защиты населения. Нет, впервые эта тема поднималась еще губернатором Ильховским. В 16-м году тогда он назвал районный коэффициент пережитком советского прошлого и озвучил обоснование отмены северных надбавок, приведение в соответствии с федеральным законодательством. Хотя нет, сначала он говорил абсолютно другое. Я даже не допускаю мысли о том, что исчезнет районный коэффициент. Просто даже не допускаю такой мысли. Вот и верь после этого нашим губернаторам. Впрочем, Александр Осипов и его команды были гораздо более изобретательны и категоричны. Несмотря на то, что у нас есть регионы ДФО, в которых районный коэффициент отсутствует, заработная плата в нашем регионе самая маленькая в ДФО по всем категориям наших работников. Вы смотрите, если мы возьмем воспитателей, я беру среднюю по Забайкальскому краю с учетом нагрузки, которая есть фактически. То есть, если мы говорим об учителях, мы не говорим о зарплате на одну ставку, а мы говорим о том, сколько в среднем получает человек. То есть, учитель в среднем у нас получает 36 тысяч, он перерабатывает. От 0,9 ставки в одном районе есть, до двух с лишним ставок есть в других районах. То есть, 18 часов учитель не работает. Это говорит министр, от которого эта самая зарплата зависит. Далее следует объяснение, что районный коэффициент мешает поднять оклад, потому что из федерального бюджета нам не дают деньги. А вот если они отменят северный и сольют 20%, которые обязаны выплачивать краевое правительство с окладом, то из центра будут рады средства нам выделять. Гарантий нет, но надежду-то никто не отменял. Причем в стремлении оправдать телодвижение приводит в пример Приморский край, где коэффициент отменили, а зарплаты у бюджетников стали выше. Но забывают про другие регионы, где северные надбавки сохранили, но и там получают больше, чем у нас. Что примечательно, в 2016 году депутаты законодательного собрания отложили вопрос отмены районного коэффициента на неопределенный срок. Позднее губернатор Наталья Жданова под давлением общественности отозвала этот законопроект. Но, похоже, нынешние народные избранники уже в душе приняли факт отмены советских пережитков и больше обсуждали, что сделали для будущего законопроекта по отмене северных надбавок. Дмитрий Анатольевич, вот у меня конкретный вопрос все-таки касается тех категорий работников, которые получают от МРОТа. Вопрос-то получается так. Если сейчас мы в МРОТ добавим вот эти 20%, у них оклад будет выше, чем минимальный размер оплаты труда. Президент сказал, что с 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 20 тысяч. А эти категории уже больше МРОТ получают. И, значит, им увлечения не будет в этой ситуации? Ну, а поясните, пожалуйста. Нет, я не совсем понял вашу. Значит, сегодня... Они сейчас все притягиваются к МРОТу? Нет того, кто получает больше МРОТ, 40 тысяч человек. Значит, да-да-да. Мы хотим у них сделать оклад выше МРОТ. Включая вот этих 20% заработную плату. Нет, Юрий Николаевич, если мы говорим о окладах, то мы... Это второй будет шаг изменения окладов. Вот их оклад, его увеличение, их за пределы МРОТ не выведет. У нас оклады с вами очень маленькие. Наши оклады мы давно уже говорили, и вчера на профсоюзах очень много слушали. Наши оклады давно пора менять. Да, маленькие. Хотя давно была установка, что оклады должны составлять половину зарплаты. У нас и 40 тысяч бюджетников, которым доплачивают домрот. Только 12 это неквалифицированные работники, остальные те же учителя в сельских школах. Любопытным был вопрос от Зои Прохоровой, председателя Федерации профсоюзов региона, Сергею Сутурину, депутату законодательного собрания, собственно, органа, который распоряжается бюджетом края. Мы ниже всех, все признают, только с приходом губернатора, мы стали ДФО, бюджет увеличился. Сергей Васильевич. Стоят на одном месте, нет собственных доходов. Вот наша трагедия за Байкальского края. А эти, из федеральных бюджетов, куда? На национальные края. Юрий Гайдук-Рубко предложил объединяться и отстаивать районный коэффициент, но вот пойдет ли глава Федерации профсоюзов и депутаты на это, хватит ли смелости. Есть довольно жесткое высказывание губернатора по этому поводу. Правительство собирается чуть ли не вручную пересчитать оклады всех, кто попадает под отмену районного коэффициента и поднять их сразу на несколько тысяч, а потом догнать средний по ДФО. И нет никаких реальных и гарантированных источников поступления денег. Что касается переработки учителей, медицинских работников и других категорий бюджетников, им приходится трудиться больше, не только потому, что зарплата мизерная, но еще и потому, что элементарно не хватает людей, приходится затыкать с собой дыры кадрового дефицита. Решение по отмене районного коэффициента будет принимать законодательное собрание, где так называемая оппозиция, если объединится, то ничего не решит. И еще, этот советский пережиток северной надбавки принимались не только для того, чтобы обеспечить достойную заработную плату трудящимся в сложных климатических условиях, но и для привлечения жителей западных регионов страны переезжать в наш край. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАП-ТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии, а каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!